Теплый вечер, Брестский, Арбат, музыка и громкий детский смех. Именно такая летняя и позитивная атмосфера царила на главной пешеходной улице. Вероятнее всего, именно такой или очень-очень похожей она была и 75 лет назад, в 41-м. Город был спокоен, отдыхал. Город не знал, что через считанные часы его жизнь изменится кардинально, и он уже никогда не сможет стать прежним. Места и люди, пережившие такие испытания, их не забудут, не имеют права забыть. Накануне 22 июня каждый человек, наверное, вспоминает о том, какие события проходили в 41-м. Мне кажется, в нашем городе ни одна семья не осталась безучастна, которую не затронула трагедия Великой Отечественной войны. Поэтому и я, и мои ученики в этот день приходят на Советскую. Мы приходим в Врестскую крепость, чтобы отдать дань памяти тем, кто отстоял свободу, кто защищал нашу Родину. Люди должны помнить, что было и как оно было. И не должны никогда забывать об этом. Мне кажется, что это очень воспитательное значение для молодежи имеет. Мы неоднократно говорили сейчас и с подругами говорим, что необходимо, чтобы молодежь все-таки настроилась и определенным образом впитала то состояние, в котором были наши родители. И это определенным образом воспитывает. И одновременно и торжественно, и тепло, и радостно, и печально. Ну, все в одном. Своебразная реконструкция последнего мирного дня в областном центре Брещен – инициатива традиционная и ежегодная. На нескольких площадках в самом сердце Бреста проходят концерты и спектакли, функционируют выставки и экспозиции. Участники стараются придать действу максимальную правдивость, надевая костюмы, военную форму и платья, которые были в обиходе в начале 20 века. Мы приехали из Ивацевичей, это районный город Брестской области. Мы сотрудники Ивацевичского историко-краеведческого музея. И в рамках музейного проекта «Музей и партнеры» мы совместно с областным краеведческим музеем представляем выставку раритетных предметов из фондов областного краеведческого музея и из фондов нашего музея. Приять участие в мероприятиях считают за честь не только его жителей в Брест. В преддверии 21 июня приезжают гости со всей страны и далеко из-за ее пределов. Приезжают, чтобы почтить память людей, для которых июнь 41-го стал последним. Сказать спасибо тем, кто заставил сначала забуксовать, а затем и вовсе развалиться мощную немецкую машину для убийств. До этого с триумфом, прошедшую по всей Европе. И дать обещание сделать все возможное, чтобы впредь сохранить мирное и чистое небо над головой. В этом городе я впервые, не скрою, что это была мечта всей моей жизни, приехать в Брест в такое памятное, трагическое место. После занятий военно-исторической реконструкции, во время этих занятий, по-другому осознаешь историю нашей страны. И, конечно, такое важное мероприятие стоит посетить хоть раз в жизни. В детстве жил далеко в России, думал, где такой город Брест, когда рассказывали на уроках. Все время хотел попасть. Вот теперь попадаю в самую гучу боя и событий. И участвую в этом. Да, и участвую в этом. Очень интересно. Чтобы люди помнили и не забывали, что война – это очень плохо. Что нужно, чтобы всегда был мир. Как-то мириться и чтобы все страны жили в мире и в согласии.